Если вы умудрились сглазить сами себя, то вам нужно срочно прополоскать рот ромашкой или посмотреть это видео. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу виртуальную кофейню со смыслом. Если вы уже успели заварить ромашку, то присоединяйтесь к нашему кофепитию, а я, пожалуй, выпью кофе. Давайте раскроем эту интересную тему, потому что вопросы так и сыпятся. Просто удивительно, как часто я слышу эту историю. Человек сам за себя порадовался, а потом, по его же словам, себя сглазил. Или человек говорит, «Я находилась в состоянии радости, благодарности Всевышнему за такую удачу, за прекрасное стечение обстоятельств, за что-то очень ценное в жизни, что-то пришло». И тут бац, и все начало рушиться. Планы отменяются, что-то другое происходит, что портит всю картину. Возникает вопрос, как же так? А где же то чудо благодарности? Где же там магическая сила благодарности? А как насчет того факта, что наше позитивное мышление влияет на результат? Но мы же радуемся, мы же благодарим за эту счастливую возможность. Тема интересная, и не все лежит на поверхности, хотя и не столь глубоко. Давайте посмотрим на первую причину, почему человек, порадовавшись, все портит. Я думаю, многие из вас слышали поговорку «Сегодня посмеешься, завтра поплачешь». Или разного рода крылатые фразы или убеждения людей, которые говорят о том, что «не радуйся», «не надо», «потом пожалеешь», «сглазишь себя». Давайте разберемся немножко в этом. Нередко человек, который начинает активно радоваться происходящему, активно радоваться, ликовать и так далее, он на самом деле этим нередко сообщает о своей неготовности это иметь. Нередко. А также включаются те самые убеждения, что если сейчас что-то хорошо, то скоро это закончится. Но здесь есть еще более глубокий момент. Особенно это связано с благодарностью и с радостью в том числе. Дело в том, что когда человек говорит «Я доверяла Вселенной», когда все стало налаживаться, «Я благодарила», «Я находилась в состоянии приподнятого настроения» и все что угодно, но тут бац и все обломилось или все повернулось совсем не той приглядной стороной. В чем же дело? Где же это изобильная, щедрая, понимающая и справедливая Вселенная? Тогда у меня к вам встречный вопрос. А вы что, доверяете Вселенной только тогда, когда все идет по-вашему? Дело в том, что то самое доверие Вселенной, которое мы иногда с вами обсуждаем, это и есть полное принятие всего, что происходит. Когда человек говорит «Я хотела, чтобы было именно так» или «Именно с таким человеком», почему Вселенная меня наказала? Или почему она меня не услышала? Или почему она это отобрала? А кто сказал, что это было плохое событие? Где же ваше доверие? Если вы доверяете только тогда, когда все идет хорошо и благодарите только тогда? Ну, по сути, то же самое, что любить только, когда человек делает то, что вы хотите. Во-первых, сами начнем с этого. Начинаете себе разрешать то, что вы хотите и не опускайте ручки, когда это не получилось. Что-то не получается — благодарите и двигайтесь дальше. Если вы решили это иметь, если вы решили этого достичь, добиться, получить все, что угодно, то у вас такой, с вашей стороны, как это воспринимается, щелчок по носу, он не должен вас остановить или расстроить или разочаровать вас в той самой благосклонности Вселенной к вам. Может, все-таки пора научиться по-настоящему доверять? Доверять означает доверяться, что все делается для вас. И когда ваша радость зависит только от того, что все идет так, как вы хотите, а в остальное время вы начинаете печалиться, переживать, и у вас появляется тревога, то у вас очень зыбкое состояние. И в таком состоянии говорить о жизни в так называемом потоке или в близости к источнику не приходится. Поэтому давайте будем сначала откровенно собой, честны с собой и себя представим, ну, на всякий случай, на месте этой Вселенной. Если бы вас любили, если бы к вам испытывать доверие только тогда, когда вы делаете все так, как хочется этому человеку. Я думаю, что очень скоро вам бы захотелось, может быть, повредничать. Если не повредничать, то проучить этого человека или, так или иначе, заставить его полюбить вас любым, любой, даже тогда, когда вы делаете что-то не так. Кстати, на всякий случай. Родители, если вы любите своего ребенка только тогда, когда он послушный и угодный, и удобный для вас, он будет, ну, по сути, провоцировать вас. Любить его любым. Он будет делать что-то очень в вас раздражающее, досадующее, просто для того, чтобы научить вас любить его любым. Может быть, Вселенная делает примерно то же самое? Давайте сначала посмотрим на то, как мы сами себе разрешаем радоваться, как мы сами себе разрешаем достигать своей мечты, жить в удовольствие, жить в благодарности. Научимся принимать все, что происходит, и при этом не забывать, что у нас есть своя навигация. Мы знаем, куда мы двигаемся, мы знаем, куда мы идем, и мы не собираемся отказываться от своего пути. И вот в этом во всем и будет проявляться ваше доверие миру. И очень вероятно, именно это даст вам совсем другие результаты. А теперь пришло время работы с собой. Я предлагаю вам написать в комментариях, за что вам сегодня, в данный момент вашей жизни, сложно поблагодарить. Может быть, потому что что-то идет не так, как вы хотели, или вовсе не случается. Благодарите прямо сейчас и посмотрите, что получится. А я прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»